Отновившие над головой опасностью не знают, как спастись жители поселка Комсомольского Зминского района. С чердаков свисает настоящая паутина из проводов. Разрастаются джунгли из витой пары. Гонясь за скоростью и минимизацией затрат подключения домов к кабельному телевидению и интернету, когда-то монополист в этой сфере фирмодиалог в условиях существующей конкуренции просто пренебрегает элементарными правилами монтажа телекоммуникаций. Так как ранее альтернативы диалогу не было, все жильцы, председатели кооперативов и начальники ЖЭКов закрывали глаза на то, как безобразно этот самый провайдер раскладывает свой кабель по подъездам, чердакам и крышам, вопреки всем техническим нормам. В каком ужасном качестве предоставляют услуги кабельного телевидения и интернета. Но как только другие провайдеры дотянули своими коммуникациями к подъездам домов Комсомольского, вот тут-то и появилась нездоровая конкуренция. Политика быстрого монтажа, существующая в фирме «Диалог», только приветствуется его директором Александром Жарко. Она призвана не работать над качеством, а лишь над количеством, побыстрее завершить объект, чтобы перейти к следующему, что приводит к вполне реальным случаям угрозы жизни людей, живущим вот под такой паутиной. Некрасиво, нехорошо. Во-первых, течет, там налипает, намерзает, а потом прямо на это люди выходят с подъезда. Да, да, да. Оно же сосули обрывается, начинает таять, может и по голове ударить и так далее. Кроме вот таких соплей от фирмы «Диалог» были случаи разбития межэтажных перекрытий, повреждения фасадов и внешних конструкций зданий. Даже существующая в районе программа энергосбережения в вот таких подъездах из-за незакрытых окон просто не работает. Мало того, мнение жильцов, обращающихся жалобами в фирму «Диалог», просто игнорируется. Оператор по-прежнему создает в подъездах бардак, не задумываясь об эстетических результатах своей работы. Вот только таким образом жители поселка Комсомольского сегодня могут предъявить претензии в фирме «Диалог». «Это, как говорится, на уши не натянешь. Почему бы не упорядочить? То есть сделать так аккуратно, провести к стеночке. Они вот тоже вот сопли навешаны. Извините за неудачное выражение. Значит, надо упрек сделать диалогу». «Беспорядок полный. Прямо над головой висят, проходят, кабеляют». Учитывая жалобы местных жителей, Комсомольский поселковый совет сегодня переходит к решительным мерам. «Да, действительно, у нас очень серьезная ситуация сложилась с нашими кабельными операторами, с их работой, с тем, как они ведут свою работу. Есть проблемы и по ведению сетей внутри дома, и на крышах. Очень много замечаний. Действительно, мы ведем работу. И с прошлого года уже начали разрабатывать программу по упорядочению этой работы кабельных операторов. Будем их привлекать. Будем пользоваться опытом работы области, района, потому что у них давно уже ведется эта работа, и кабельные операторы обязаны в городе. Мы точно уже знаем, что их обязали проводить все свои коммуникации в шахтах. И мы тоже хотим воспользоваться его опытом и требовать от кабельных операторов упорядочения работы внутри сетей, запрещения развешивания их сетей на фасадах домов. Это будет делаться однозначно и в самое ближайшее время. Депутаты Комсомольского совета работают над проектом порядка содержания и размещения линейно-кабельных сооружений и коммуникационного оборудования. Речь идет не только о качественном предоставлении услуг, но и качественной прокладке сетей провайдеров в подъездах. Пока к этой работе подключился лишь один оператор медиазмеев, который и передает опыт цивилизованного подхода строительства телекоммуникационных сетей. По-моему, сейчас намного проще, когда уже есть опыт работы в Харькове, в Змееве кабельных операторов. Можно перенимать его и нормально, эстетично и правильно проводить эти сети, чтобы были довольны и абоненты, и городские власти, и люди в целом. Те, кто серьезно настроен развивать свой бизнес, без сомнения, работают на будущее. Строят сеть так, чтобы она соответствовала всем нормам, в том числе и эстетическим. Пока с фирмой диалог в этом плане диалога нет. Этот оператор не настроен уходить от варварских способов ведения бизнеса. Понятно, что истинному пауку себя уютнее чувствовать только в густой паутине.